всем доброе утро сегодня на завтрак себе решила заварить кашу как заварить просто кипятком залила здесь у меня с черникой давно я не ела кашу сегодня решила ее на завтрак покушать делаем кофе мы решили смешать корм нашему коту потому что у него жидкий стул но мы его и брали раньше потом решили попробовать вот этот корм и вначале думали что может быть за чего-то другого у него немного жидкие стул но поняли что вот из-за него скорее всего почитали это неправильно так не должно быть вот вот от этого корма лучше но так как он у нас есть но как бы он есть его в принципе с удовольствием но что-то видно не очень в общем мы решили вот мешать или мешали это закончится когда будем все таки вот так вот немножко дороже но будем брать его но он значительно дороже на тысячи рублей ну вот но по составу и как бы по комментариям отзывам этот корм тоже хороший но видно конечно кому-то подходит кому-то нет и поэтому так то он вроде есть но единственно что мы начали замечать что он вроде кушает но как будто бы остается голодным вот как будто бы что-то еще хочет что-то ждет да по составу он тоже очень хороший да здесь дегидрированное мясо индейки 30 процента здесь мясо курицы 24 процента а дегидрированные белки птицы курица индейка 24 процента то есть мясо без костей именно мясо курицы не дегидрирована прям ну вот так написано мясо курицы без костей 24 процента дегидрированные белки птицы курицы дико 24 процента овес куриный жир горох и мясо ягненка 4 процента тоже неплохой не знаю ну короче тут уже здесь тоже идет также как и людям что-то нравится что-то соответственно нет овес дегидрированные яйца сельдь дегидрированная сельдь куриный жир рыбий жир свиной жир поменяем сейчас корм потихонечку перейдем все поэтому мы смешали чтобы не резко и потихоньку и наверное опять на вот этот корм мы перейдем белок 30 процентов жир 12 процентов сейчас буду заниматься домашними делами только что пришла из школы на сегодня было выступление был фестиваль освещенный 9 мая и я сейчас переоденусь буду заниматься домашними делами сегодня хочу много чего перестирать и конечно меланкина школьная одежда белые блузочки кофточки которые постоянно пачкаются буквально один-два раза в школу одела все за появляются какие-то загрязнения пятна то в столовой что-то упало капнула то чернила чернила это вообще постоянно ну и конечно помимо школьной одежды есть и обычная одежда которую нужно перестирать меня знакомая в омске мы с ним когда общаемся но надеюсь мои обзоры там из светофора я часто показываю что продается и она вот мне советовала капсулы для стирки год возник светофоре у нас как еще в омске в маяке продаются очень хорошие капсулы такая достаточно хорошая цена и они очень эффективны я такие скалы у нас пока в санкт-петербурге не продаются но она недавно заезжала в санкт-петербург с гостем родственникам и привозила разные интересные гостинцы но и привезла капсулы потому что я говорила что таких капсул нет очень интересно попробовать пишите кстати в комментариях кто из омска еще я знаю что в новосибирске а тоже светофоре в магазине маяк такие капсулы продаются для стирки и очень многие хвалят что тоже отзывы она мне как раз передала с другими подарками с гостинцами капсулы для стирки и я прям захотела сравнить на самом деле про вот эти вот все пятна я и говорила что на кофте постоянно появляются чернила появляются различные пятна и я сегодня решила вообще сравнить капсулы ариэль и вот такие вот здесь 25 штук капсулы для стирки так здесь у нас сколько ариэль по моему тоже 25 если не ошибаюсь кстати пишите в комментариях что вы предпочитаете капсулы для стирки или там порошок или жидкие средства так здесь 23 капсулы а здесь вот собственно то что я и коварена расхваливает знакомо здесь 50 капсул получается одна капсула на одну стирку так как стирки у меня сегодня много будем сегодня ради интереса сравнивать уж какие капсулы лучше здесь вот такие вот капсулы интересные и в одном и в другом случае одна капсула одна стирка для среднего загрязнения ариэль честно сказать я стирала пробовала но хочу сегодня прямо сравнить вот у ариэль и прям сильный аромат конечно капсулы и вот здесь вот такая капсула и средства три капсулы и прям интересно сравнить какое средство лучше отстирает белье здесь 25 капсул здесь 23 капсулы они стоят средним там 650 670 рублей здесь 50 капсул и примерно эти капсулы стоят 440 450 рублей и так вот эту кофту я буду стирать с помощью а вот этих капсул чтобы потом понимать и сравнить сделать вывод какие же капсулы мне понравились больше вот такой вот миланкин тоже костюм здесь у нее какие-то тоже жирные пятна непонятные здесь кстати тоже есть и чернила и после художественной школы вот такие вот следы от разных красок мы постираем этот костюм вот этими капсулами и еще у нас вот такая вот блузочка ликина уж не знаю откуда у нее на блузке вот такие вот коричневые пятна появились я не знаю чего это слегка перебирали вещи и доставала из шкафа и увидела на ликиной блузке вот такие вот пятна мы будем выводить вот этими капсулками я думаю вам также интересно узнать результат и сделать вывод какое средство лучше покупать я кстати уже давно перешла на капсулы и стираю уже достаточно давно белье именно капсулами мне нравится кинула капсулу в барабан с бельем то есть получается как я говорил одна капсула на одну стирку но нужно рассчитывать что-то где-то до трех килограмм белья стирка завершена на рубашке были у нас тут параллельно идет уборка в квартире мы еще пылесосим ампалы одновременно я стираю сегодня день такой домашних дел улики я узнала на рубашке значит были следы вот именно которая показала от утюга эти вот пятна нет стирались небольшие вот это видите пятна надеюсь вам видно желтая нет стиралась честно сказать я думала отстирается в общем какие-то тут такие пятна все-таки остались а вот сами пятна от утюга вот эти коричневые да сейчас посмотрим сзади отстиралась смотрите да но не все отстиралась в общем от утюга пятна отстирались а вот эти пятна которые я вам показала нет стирались ну так знаете на четверочку запах запах приятный не сильный кто пробовал такие капсулы пишите кто стирал вот такими капсулами довольны вы или нет так ну а я дальше стираю постирала я миланом костюм давайте посмотрим результат здесь вот были пятна не помню на этой штанине или на этой но нет пятен такие были жирные помните да я показывала я их не вижу кстати очень неплохо отстирал этот порошок эти капсулы и давайте посмотрим отстирались ли пятна краски гуаши так здесь не все отстиралась вот здесь вот было пятно отстиралась прям неплохо было такое достаточно большое пятно а вот вот эти небольшие пятна они не ушли сразу могу сказать по запаху если первые капсулы у них легкий аромат не сильный от этих капсул аромат конечно сильнее по мне так слишком сильный аромат каждого свои вкусы и как бы предпочтения да но так тоже на четверочку так бы я сказала мы сейчас с вами тестировали вот эти вот капсулы ну что давайте посмотрим теперь результат этих капсул которые мне очень не про схваливали здесь 50 капсул три в одном очень нежный приятный цветочный аромат аромат мне очень понравился и хочу сказать вот сейчас я разглядываю посмотрите реально все загрязнения отстирали эти капсулы были желтые пятна вот здесь на рукавах и здесь их нет слушайте реально средства очень хорошие несмотря на то что цена намного дешевле предыдущих капсул и я еще хочу сказать что здесь обратите внимание 50 капсул а в других упаковках другие средства которые я показывала ранее там 23 и 25 штук средства очень очень хорошо и справляется даже самыми трудными загрязнениями честно сказать я даже не верила что эти капсулы так справиться эта кофта была самыми трудно выводимыми пятнами и хочу сказать что это средство очень хорошо справилась да они появятся у нас санкт-петербурге в продаже я конечно буду их покупать здесь немецкие биологические ферменты легко растворяют все загрязнения поэтому так прекрасно это средство справляется с загрязнениями эти капсулы стирают как дорогие капсулы и результат очень хороший к нам сейчас должны в гости прийти лена созданы я решила заварить чай вкусный с имбирем зеленый чай апельсин и и чё там еще по моему яблоко если не ошибаюсь дай кусочки яблока мы сейчас едем без штанов мёрзнет сейчас милана захотела заехать в детский мир посмотреть одежку а что ты хочешь посмотреть на 9 ты посмотри откормишь для новорожденных где-то да так смотреть вот и на 6 а ну иди сюда померяем ничего себе ну вы чего это большое конечно что вот годики а что ты хочешь мел а штаны эти камину вот бодиками а вот смотри вот такие вот тоже бодики смотри но они же размеры вот разные штанишки ползуночки смотри так слушайте за 499 лучше комбезы тогда они штанишки двое но это большие так вы на 5 на полтора года смотрите вот восемьдесят это большие большие это большие 74 да тут еще вот найти так ты сказал бодик тебе не нужен да нам штаны нужно у нас голые ножки ребенок без штанов что я хорошенький мы берем бодик миланка выбрала я миланку такой предложила в цветочек миланка выбрала вот такой а в лиму с лимончиком и точнее и миланка уже отдела вот такой костюмчик сейчас мы идем на кассу уже не будем снимать да какой размер получается шесть шестьдесят два ну все пойдемте на кассу вот шестьдесят два сорок ну все пойдемте пока нет ну все красота пойдем на кассу потом уже все мы одели ребенок не раздеты на она огромная не все пойдем наш на кассу давай к бабушке поехали ты довольна ой какой он приятный на ощупь чехол цвет красиво очень держи милашка долго конечно наши заказы мне как раз подкуртать блин не хватит я хотел по машину ку коротеньки чтоб не торчу перетковать от их два так мы сейчас зайдем в кори посмотрим а босоножки ой какие яркие кроссовочки а еще 30 процентов на все ой какие платья смотри красивые пышненькие 2600 красиво посмотрим сейчас ли к босоножки хотим на каблучки какие-нибудь такие нарядные миланки уже купили босоножки сейчас себе буду смотреть я не понимаю ну смотрите босоножки нам именно нужны а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доми Да, это зимний купальник То, что нужно, ты знаешь То, что нужно А ещё в этой жопере вот такой Олик Есть, но мне вот этот оранжевый Больше понравился, да Ой, смотрите Чтобы не сгореть Прикольно, да? Какой мелкий на кухле Слушай, а değerlin тоже, да? bigи, чтобы не сгорели Вообще класс вот именно тут не понравился в голубеньком цвете есть еще вот такой вот свяну сушить я тут вообще с длинным рукавом да причем тут на ю тубе это плечики знаешь чтоб не сгорели очень кстати прикольно но туда будут вообще касс сколько такой стоит да будь с ней прийти и как-то вообще мне тут понравился тоже самый большой на 6 лет я сейчас хотела взять его но посмотри он такой большой посмотри на 6 лет же смотри внимательно он нашел 68 128 маленький да или нормально а муж нормально вот прям вот вообще класс да как раз а мне наоборот понравится расцветка тупо по нашим это зимний купань как смешно выбирать купальники слушай блин он но я хоть как надо я вот такой хочу с плечиками мне уже маленький все я вот такой хочу я тут хоть мне хочется уже вот такие купальники здрасте здрасте это она будет кайфовать возьмем вот такой вот часть смотрите гречишные ой я давно хотела такой чай взять и нигде не могла найти но не именно такое ну гречишный именно хотела мне очень понравился так вот семена гречихи татарской обжаренные листья мяты какао бабы обжаренные корень солодки общем возьмем такой попробуем здесь 20 пирамидок прямо сейчас придем домой и заварим чай здесь такие еще есть типа мята вот такие вот разные там ароматы но а этот а это матча а это не матча не хочу а вот смотрите это что а лимонграсс китайский лимонник не такой не хотят такого плана все мы пробовали от гречишный мы пробовали в кафе нам очень понравилось не нет все взяли сыр молоко яйца там творожок взяла я вот такой вот йогурт у нас дома еще и семена че сейчас буду делать и взяла аром не аромат мисс манго и а лесные ягоды малина черника семена че у нас есть будут делать сейчас десертики вкусные и полезные а это взяли здесь десертик смузи мелиса апельсин экстракт имбиря думаю будет вкусно сейчас буду делать десертики мне понадобится вот такой йогурт и у нас и такие семена че это мы еще заказывали в эко-маркете кстати здесь даже ложечка есть забыла уже налью на чаре йогурт короче ли к 1 йогурт уже выпила манго ягодные и оставляю на ночь всегда сейчас вечером делаю и утром получается очень вкусный десерт